Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Найбольший спад отчула метизная вытворчость. Попыт на металлокорд з боку вытворцев автошин значно знизился. Буйные споживцы альбо знизили объемы закупок, альбо у воголі поставили контракты на паузу. Зараз ситуация выправляется. На лепене вытворчость этой продукции будет высшей на 70%. Расте и попыт на иншие виды дроту. Подчас пандемии активно працавали и с рынками сбыту. Экспорт диферсифицировали, а гетака потребовала ситуация. У складанных умовах БМЗ не працавау на склад, выключена под заказ. Примаемые меры и оживление на внешних рынках дозволяя различовать на то, что предприемство по выниках лепеня спрацуя с прибытком. На предприятии сложились очень неплохие технологические переделы. И то, что мы сейчас видим, участки, которые заточены, как говорят, полностью на экспорт, причем на экспорт в Евросоюз, ну это, наверное, показательно с точки зрения того, что будущее есть у предприятия. Надо экономически найти пути, как оптимизировать расходы, как увеличить операционную прибыльность. Размова о проблемах и перспективах БМЗ шла на посаджение с уделом кировництва предприемства, так само в области и районах. Пытания для обмеркования было шмат. Проблемы есть и с операционной эффективностью, но, конечно, самое главное, это навес долговой, который сложился над предприятием. В связи с тем, что многие проекты пока себя не оправдали экономически. Изменилась рыночная конъюнктура, мировые цены изменились, поэтому не хватает сил для того, чтобы рассчитываться по части обязательств. Поэтому решали, смотрели, где еще можно оптимизировать затраты, где есть резервы, как выполнить полностью, безусловно, все поручения президента, которые даны по этому предприятию. Важная частка визит у кировника у Рада – с встречи с коллективом. Диалог, на думку Романа Галовченки, отримался конструктивным. Вопросы очень разнообразные были, от того, какие профессии будут востребованы, до традиционных строительств жилья, дороги и так далее. Но это понятно, что людей волнует в основном то, где живут они, и то, что сказывается на их благополучии. Но вообще разговор такой получился очень динамичный, откровенный. Мне понравилось, и я рассчитываю, что ответы, которые давали, они тоже людей устроили. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Сажлобина. На Гомельщине протягиваются встречи кировництва региона с працованными коллективами и громадскими организациями. Сегодня об ситуации в области активист МБРСМ рассказал наместник старшины Аблвы Конкама Владимир Прывалов. Выбор этой аудитории не выпадковый. Сучасная молодь, будучая краины. И это не просто словы. Разом с тем, зараз у молодежного сяродзе, шмат проблем, у вращений яких значную допомогу уладе, могут оказать активисты БРСМ. У приватности размова идет об супредстоянии уживанию тытонью, алкоголю и наркотиков. Разом с тем, свою эффективность показала практика, ровный навучая ровного. Еще один накерунок – социальные сетки. Тут задача члена БРСМ – больше активно працовать в интернете, что дозволит минимизовать рызыки, связанные с выкористанием фейковой информации. Воголе, на думку наместника старшины Аблвы Конкама Владимира Прывалова, сегодня молоде необходимо примать больше активную делу социальным життям региона. Что бы хотелось попросить у молодежи? Конечно, это те проекты, те идеи, которые сегодня они с собой принесли, те, наверное, направления, которые они видят в развитии нашего общества, созидательные прежде всего, а самое главное – консолидирующие наше общество. У Чачерску сегодня узнагородили медицинских работников, які достойно супредстояли пандемии COVID-19. Деля выратования пациентов, яны что день разыкует уластным здоровьем. Долг храматства, подяковать им. Под обязанностей у Миколая Скинтияна. У Чачерске первые выпадки захворывания на COVID-19 почали регистровать у красавику. Необходные меры приняли максимально худко. Это закупка сродков обороны и дезинфекции, перепрофиливание фонду районной больницы, створение контактных групп для работы с пациентами дома. Подтримка областных медицинских установ так само-то помогла выстоять у тяжкие моменты. Медработники проявили себя с лучшей стороны. Еще до реализации декрета 131, все медицинские работники выполняли ту работу, которая была им поручена. Не свойственную, не профильную работу. Выдержали, надеемся, что если, не дай бог, будет вторая волна, то мы будем к ней готовы. Усе узнагородженные – работники районной больницы и санитарной службы. Тут не только медицинский персонал, а лейты, кто допомагал им у гэты нелегкий период. Например, водители и захадши господарки районного центра эпидемиологии. А кроме мясцовой улады, свою удяшность выказали представники громадских объединений. Такое признание выкликает гордость за свою справу. Думать о собственных неудобствах нам просто некогда, потому что там, за дверью, нас ждут очень тяжелые пациенты, которым нужна наша помощь. И вера в то, что они скоро выздоровят, и все будет хорошо. Все зависит от людей. А люди у нас работают в учреждении грамотные, квалифицированные, со знанием дела, умеющие оказать медицинскую помощь в любой ситуации. И поэтому нам удается справляться с данной ситуацией на всех этапах оказания медицинской помощи. Материальная допомога необходна, как у медиков были усе умовы для якосной работы. Так лечить и мясцовые предприемства. Открытые акционерные товарыства «Отар» и «Зорка» уручили районной больницы и Центру эпидемиологии сертификаты на 10 и 4 тысяч рублей. Для установок это добрый импульс для дальнейшего развития. Громадство разумеет, медики зауседы повинны отчувать, як высоко их ценять. Миколай Скинтиян, Александр Харлампа, Утель, Радо и Компания «Гомель». Завтра же хары в области могут вернуться по телефону до представников мясцовой улады. У Гомельске мабл-выконками на пытанне грамадян откажет наместник старшини Владимир Горбачоу. Телефон для Сувязи 33 12 37. В этот час принимать звонки будет наместник старшини Гомельска Гагар-выконками Сергей Андреев. Номер 51 45 58. Прамые линии, які, звычайно, працуют с 9 до 12 годин. На Ветковщине открыли две станции обезжалезвания. Мета забеспечить насельництво якосной водой. Для сельской мясцовости гэтае пытання особліва актуальнае. Абтым, як у районі реалізується державная программа «Чистая вода» – наступны сюжет. Аграгородок Янова знаходіцца ў 45 кілометрах адрайцентра. Насельництва каля 300 чалавек. Умовно населеный пункт падзеляюць на старое Янова і новое. У новой часцы забудовая аграгородка «Центральнае водозабеспечэння» 12 годів тому. Тут усталявалі воды напорную вежу. Але якаць вады не задавальняла жахароў. І піць нельга, і бытовая техніка ад їе псуєцца. У Ліпіні Янова атрымала доўга чаканы падарунак. Тут адкрылі станцію обезжалезвання. Распрацовка належаць гоміль прамбурводу. Такую ж станцію адкрылі ў аграгородку новасёлкі. Комунікаційная работа выканала гжупветкавская. Обсталявання дозволяє максимально очистить воду от примешків. Спеціалісты нагадують, ідеально чистой вода бути не може у принципі. Тим не менш, зараз і она абсолютно якісна і безпечна для здоров'я. Конечно, вода була загрознённа. Постоїть і уже осадок. Тільки мыли ведры воду, эту ржавчину, жовтая була. Надеємся, будемо уже так не мыть часто. С хорошей водой. Спасиба вам усім. Янова і Новасёлкі – не одзіне місце у районі, де люди мають потребу у чистой воді. Такі ж станцію побудують у інших населенных пунктах Ветковщини. Реалізація программы «Чистая вода» протягується. На 2021 год запланирована такія ж станція безжелезування. В агрогородках – это Велікі Німкі, Радуга, Старое село і Даниловичі. Так само єсть новіны для жахароў вёсцы «Хальч». Говорка іде про ідею уладковать тут у наступному годі нову скважину – водонапорну вежу, а так само створыць закальцовку водопроводных сеток. Станцію плануюцца открыць у 2022 годі. Миколай Скінціян, Павел Міхно, Андрэй Іванов, Талі Радыя компанія «Гоміль». Узаємовыгадне супрацовніцтва. Налетній перет на «Гомсельмаші» працалоткаваліся 7 студентів гомільськага машинобудавнічага коледжа. Гэта базовая навучальная установа для гіганта машинобудавання – кузня кадров. Уладислав Прытков закончил третій курс, працює по будучій спеціальності – операторам станка з ліжбовым программным кірованням, маєш отвертый кваліфікаційний розрад. На витворчості хлопецу першиню – ніколькі дзін на адаптацію, і вось їн справно виконуває доведені абйомы. По його словах, літній працівний семестр дозволить і грошей заробіть, і головне повысить майстерства. Работа на реальній витворчості одрознівається від занятків у майстернях коледжа. Да, відповідність другя, безусловно. Непосередність діталі, інші об'ємі, інші нормы треба виконувати. Ну, нормально. Сложности допомагають решати наладчики, і можна підійти до майстеру, колектив хороший, вони допомогуть. Для підприємства студентський десант так само виходний. У машинобудавніків гаряча пора. Витворчі можливості загружені на 170%. І любой допомогі, особливо кваліфікованні, тут за усєд і раді. Безусловно, їх допомога для нас в сьогоднішній часі в гарячу пору неоценима. Ми це розуміємо. Оснований тому багато. Сьогодні наше підприємство працює в двійному режимі, в двійну загрузку. Тут таке взаємовыгодне сподівництво. С однією, це ранія стадія профоріентції. В конечному счеті, ці молоді люди прийдуть к нам на роботу буквально через год. І в то же время є можливість у молодих людей зароботи достойну зароботну плату. Действічно, тому що при випалненні стопроцентного доведеного задання, уровень зароботной плати студнотрядовця не буде відвіщатися від штатного сатрудника ООО «Гомсельмаш». Супрацівники Гомельського охорадського відділа по надзвичайних ситуаціях виявили я ще один будинок, який не використовується і може проставлять погрозу для життя людей. Таким чином, зараз у списі небезпечних 103 об'єкты. Рейды супрацівників МНС з працівниками Гарвиканкама у «Гомелі» проводяться постоянно. Задача – виявити об'єкты, які погрожають безпеці людей, і прийняти меры по виправленні ситуації. Так, знакаміты довгабудка лі обласної бальніці зараз узяты під пастаянную ахобу будавнічим трестам номер 14. По словах вартавніков, сюды пастаянна спробують трапіць подлетки, каб зрабіць селфі. Аб'єкт незавершенага будавніства по Речицкім проспекці протяглый час використовувся головным чином, особами безпевнага місцежихарства, што пагаршала криміногенную ситуацію у районі. По просьбі вратавальніка на початку гэтага года тут навела парадок адміністрація Советського района. Пачаса пошняга рейду веўліны яшчы адзін небезпечны аб'єкт, дзе таксамы неабходна термінова навесці парадок. Былай акрама ў центральным районі. Пасля закрыця гандлювай кропкі яе ўладальнікі не прынялі ніяких мер по обмежаванні сюды доступу людзей. Як вынік, будынок викаристовуваецца для распіця спіртных напоев невядомыми громадянами. А прача тагось біральнікі металалому паспелі вывісті адсюль практична усе металічныя вырабы, включаючы люкі з каналізаційных калодзі ЖАУ. Наші дейція будыць следуючі. Мы будем свяцвацься з собственниками этого аб'єкта, выясняць, кому он принадлежит, і принімаць меры по устраненню условий причин, которые мы здесь обнаружили в ході рейдового планового мероприятия. Варатовальнікі Гомельщыны далучыліся до челленджу «Натрывалаць». До професійного свята флешмоб запустили супрацовнікі МНС з Віцібска. Напереда дні дня пажарной службы сваю сілу паказав і працтавнік Гомельськай в області. Уделу эстафеті принял начальник Добружській пожарной части номер один Дмитрий Трушкоў. Йон 15 метров протягнул аутоподъемник АПК-75, який вважить 48 тонн. Пасля передав эстафету колегам з інших областей. Дмитрий Трушкоў займаецца спортом усе свае життё. Зараз наведувае тренировки по пауэрлифтингу і боевым самбам. Нужно поставити рекорды, поэтому именно эта машина. Она сама тяжелая, поэтому мы выбрали самый тяжелый путь. Тяжелый рывок, он максимально тяжелый. То есть напрягаешься всем телом и даже не понимаешь, что происходит. Только потом ты осознаешь, что машина сдвинулась места, тебе надо переступить еще один шаг. Только так. У Беларуси у выходные стане теплей. Прохолодная поветра покинет территорию Украины. У суботу 25-го липеня надворье будзе знаходзіться под уплывам атмосферного фронту и теплых поветраных мас з заходней Европы. У нашим регионе у ближайшие сутки будзе воблачно с проясненнями. У ночи без опадка, а у день макчимая дожджи. У особных районах на вольнице. Температура поветра у ночи складзе 12-15 градусов. У день от 24 до 26. Температурный фон поступово вернется у свою климатичную норму, а местами будзе на некальких градусов яе перевышать. Верагодность на вольнице заховывается и в неделю. Слубки термометров покажуть до 18 градусов у ночи и до 28 день. На наступным тыдні знову прийдеться пякота. Правда, будет досыть дождлива. Это и так само иншие новины. Информацию об проектах телерадоакампании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресе www.thvergomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь4 в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. В Светлогорском районе совершен наезд на нетрезвого пешехода. Мужчина погиб на месте. Это произошло на обозначенном перекрестке. Водитель автомобиля Мерседес двигался по автодороге Бобруйск-Мозырь-Граница Украины. Пешеход начал переходить дорогу в неустановленном месте, а водитель не успел затормозить. Как сообщили в ГАИ, погибший не был обозначен световозвращающими элементами. У него имелись признаки алкогольного опьянения. В Гомеле накануне на улице Мазурова произошел пожар. В квартире на пятом этаже наблюдалось задымление. В результате пожара было повреждено имущество на балконе. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – поджог. А в Речице на улице Ленина загорелась однокомнатная квартира в пятиэтажном жилом доме. Повреждена мебель и обои в жилой комнате. Хозяйка не пострадала. Одна из возможных причин пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В городе Ветка работники МЧС провели тактико-специальное учение по спасению людей при разрушении ветхих зданий и сооружений. В задачах сотрудников экстренной службы была отработка алгоритма действий по проведению аварийно-спасательных работ. По тактическому замыслу в результате сильного ветра упали несколько деревьев, которые повредили и обрушили кровлю одноэтажного жилого дома. На ликвидацию последствий ЧП были привлечены подразделения Ветковского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, а также организации района. Актуальность тактика специальных учений продиктована планами по уменьшению количества ветхого и аварийного жилья в Ветковском районе. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Павел Михно. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Гомель» провел первый товарищеский матч в предсезонке. Встречались рыси со Жлобинским металлургом. Открыли счет «Волки» на 21-й минуте. В 3-й 20-й минутке хозяева арены сравняли цифры на табло. Выявить победителя в основное время команда не смогли. Решающую шайбу забросили на исходе дополнительные 5-ти минутки. Свой шанс реализовали представители Жлобина, которые находились в большинстве. Итоговый счет 1-2 в пользу гостей товарищеского матча. По завершении игры соперники провели серию булитов. И здесь успешнее оказались хозяева, реализовавшие три попытки против двух успешных у гостей. У нас в настоящее время еще проходит предсезонная подготовка. Она уже практически подходит к концу. 6 августа мы начинаем с домашнего матча кубка с «Алея» с Витебском. Поэтому я думаю, что вот эти вот товарищеские, товарищеская игра и турнир дадут в полной мере объективную оценку стартовому составу перед началом кубка с «Алея». Ребята, которые пополнили состав хоккейного клуба «Гомель», они будут достойно представлять нашу команду, нашего города в предстоящем чемпионате и кубке Республики Беларусь. Ближайший официальный старт для хоккеистов «Гомеля» – турнир в Гродно, посвященный памяти Александра Дубко. Соревнования пройдут с 30 июля по 1 августа. Среди претендентов на трофей «Столичная юность», «Гродненский неман», «Гомель» и «Лида». Команды выявят победителя по итогам однокругового турнира. Победитель прошлогодних соревнований «Неман» в первом туре встретится с «Гомелем», «Юность» сыграет с «Лидой». 31 июля болельщиков ждут встречи «Юность» «Гомель» и «Лида Неман», а 1 августа выяснят отношения «Гомель» с «Лидой» и «Неман» с «Юностью». Трофей достанется тому, кто наберет больше очков по результатам турнира. В эту субботу пройдут очередные поединки чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги. В 12-м туре «Гомельский бумпром» примет на своей площадке футбольный клуб «Полоцк-2019». Петриковский «Шахтер» сразится на домашнем поле со СМИ «Автотранс» и «Смолевич». Футбольный клуб «Жлобин» сразится с дружиной футбольного клуба «Горки» «Аргачевский Днепр» с «Викторией» из «Мариной Горки». На выходных определится второй финалист чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд. На этой стадии турнира хоккейный клуб «Гомель» определяет лучшего с брестским строителем. Первый поединок в серии до двух побед состоится 25 июля в городе Надбугом. Второй матч пройдет в «Гомеле» 27 июля. При необходимости 29 июля будет третья игра. Встречи, решающие стадии чемпионата Беларуси, финал и матчи за бронзу пройдут 1, 2 и 5 и 6 августа. Напомню, первым финалистом национального первенства стала дружина хоккейного клуба «Минск». Завтра в «Гомеле» пройдет Кубок Полесия 2020 по триатлону. Он состоится в рамках этапа Кубка Беларуси. В программе выступлений у взрослых спортсменов плавание дистанции в 400 метров, велогонка 12 километров и бег в 3 километра. Аналогичный план соревнований и у юниоров 2001-2002 годов рождения. У юношей и девушек 2003-2006 годов рождения дистанции будут короче. 200 метров плавания, 6 километров велогонки и 1 километр бега. В программе Кубка Полесия также кросс-дуатлон и трипл-микс. Старт соревнований в 11.30. Подробная программа размещена на сайте Белорусской Федерации триатлона. А на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова